Здравствуйте, друзья! У каждого сезона есть определенные виды болезней. Сейчас лето идет, и актуальна такая болезнь, как остюки или колоски, их называют. Когда повреждаются лапы, собака кромает, припухшая лапа, и непонятно, почему происходит. Но причина вот этих болезней, это вот это вот растение, это вот колоски такие. Называется оно мышиный ячмень, или еще зайчий ячмень его называют. Это дикий злак. Когда он зеленый, как на этой фотографии, он не причиняет никакого вреда. Собачка гуляет спокойно себе, проходит мимо него, он влажный, ну когда сочный еще, мягенький. Ничего не происходит. Но когда созревает колос, он становится грубой, такой вот, ну как пшеница, можно сравнить. Вот этот колос легко отделяется. Отделяется верхушечка, и он делится на такие вот колоски маленькие. Эти колоски впиваются в пальцевое пространство, повреждают кожу, могут впиться в паховой области, часто происходит, потом в уши, в нос попадать. И колоски у них такое строение, вот как видите, на вот этой фотографии я под микроскопом сделал, как рыболовный крючок. Видите, маленькие крючочки, вот они не дают возможности выйти вот этой части растения обратно. Он впивается и только в одну сторону двигается. Когда собака чувствует, ну укол, инородное тело начинает лизать и тем самым продвигает его еще дальше, глубже. Часто вот этот колосок отламывается, ну пенечек этот отламывается, где я нарисовал красную линию. А остальная часть отпадает и остается вот этот пенечек. Он незаметно, он маленький. И он травмирует, естественно, ткани, ну инородное тело. Может приводить вот такая травма к таким последствиям, вот как на этой фотографии. Вы видите, уже собака болеет не одну неделю и происходит такой вот абсцесс, нагнивание. Естественно, собаке больно, естественно, хромает. И это может привести еще к дальнейшему осложнению. И часто такое, что колосок попадает меж пальцев, а выходит дальше по ходу конечности, ближе к локтевому суставу. Естественно, травмирует ткани и вызывает последствия. Как вообще от этого избавляться, как не допускать, чтобы собака травмировалась? Ну первое, это не гулять там, где растет такое растение. Изучите вашу территорию прогулки и по возможности не ходите там на прогулки в то время, когда вот это вызревает колосок. Потом, если впивлись колоски, их можно вовремя удалить. Поэтому вечером после последней прогулки смотрите хорошо, ушки осматривайте, меж пальцевое пространство на всех лапах. Посмотрели, нашли колосок, удалили, обработали антисептиком и все будет нормально. Если уже колосок попал, нужно лечить, нужно каким-то образом достать его из ткани, что бывает довольно трудно. Ну, один из методов есть, как я применяю, это смесь препаратов. Ввожу в меж пальцевое пространство, это ускоряет созревание абсцесса и с гноем он уже выходит. По другому методу надо делать хирургическую операцию, разрез и искать колосок, где он там разместился. Более подробно, кому интересно, пишите мне ВКонтакте, я расскажу, что и зачем я ввожу меж пальцевое пространство. Ну, если коллегам нужно, опытом поделюсь. Другой способ, ну, как бы он мало применяется, это специальную обувь покупать собаке. Ну, это не распространен какой метод. Основное это беречь собаку, не гулять там, где вы гуляете, и периодически осматривать. Вот, друзья, будет вопрос у вас, пишите, конечно, в комментариях. Отвечу с удовольствием. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok